Уже в эти выходные православные христиане отмечают праздник Богоявления, или, иначе говоря, Крещение Господне. По традиции, в ночь с 18 на 19 января все желающие смогут окунуться в воды Иордане. Правда, в этом году из-за теплой зимы вместо проруби роль священной реки сыграют наземные купели. Всего в округе оборудуют четыре точки для массовых купаний. В парке Экоберег на Левом берегу, в парке имени Величко и на территории Академии гражданской защиты в Новогорске. Основной площадкой станет парковка за баскетбольным центром на территории арены Химки. Будет оборудованы три купели. В двух купелях будет теплая вода, потому что будет подмес теплой воды для того, чтобы были более комфортные условия купания. А в одной купели для тех, кто уже долгие годы закаливается, имеет такую возможность на протяжении нескольких лет окунаться в купель, там будет обычная проточная холодная вода. Но просто прийти и окунуться недостаточно. Накануне праздников, крещенский сочельник, христиане обязаны соблюдать некоторые аскезы. Конечно, церковь призывает всех верующих людей в этот день причаститься к святых христовых тайн. И церковь устанавливает особый постный день перед этим праздником. Вот крещенский сочельник, 18 января, в этот день, обычно строгий пост. То есть употребление только вареной пищи с подсолнечным маслом. Самое главное – посетить богослужение и принять участие в чине великого освящения воды, набрать этой воды домой и принести ее родным и близким. Окунаться или нет – решение каждого верующего. У церкви нет однозначного ответа на этот счет. Традиция погружения в ледяную воду не считается обязательной по церковным канонам. Главное – не навредить своему здоровью. Аритмия, высокое давление или сахарный диабет, например, являются противопоказанием к экстремальному обряду. Есть противопоказания для этого процесса. В первую очередь, это люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, мочеполовой системы, урологические заболевания, гинекологические. Нужно иметь четкое понимание, что у детей несовершенная система терморегуляции. Так же, как они быстро перегреваются, так же быстро они переохлаждаются, что может привести к необратимым последствиям. Поэтому я бы, как доктор, не рекомендовал беременным и маленьким детям погружение в ледяную воду. Для тех, кто все-таки решится на ночное купание, администрация «Химок» подготовит теплые раздевалки у каждой купели и передвижную баню. Гостей праздника будут угощать баранками и горячим чаем. Празднование крещения начнется 18 января в 23.00 и закончится с последним желающим окунуться в воду.